Торжественный митинг, посвященный Дню войск противовоздушной обороны, состоялся на новом мемориале у военного городка, который был открыт в прошлом году к 70-летию Победы. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас со 101-й годовщиной образования войск противовоздушной обороны! Ура! 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 Поздравил военнослужащих и глава Ленинского района. Для нас составляет большую честь, что на территории района располагается дивизия, которая находится в постоянной боевой готовности, которая готова выполнить и, самое главное, выполняет все поставленные задачи, которые перед нами ставит верховный главнокомандующий президент Российской Федерации. Войска противовоздушной обороны – это щит чистого неба. Именно они внесли огромный вклад в победу над фашизмом. И неоценимы заслуги по укреплению обороноспособности нашей страны. Сегодня всего лишь 101 год, как образовались наши войска. Здесь стоят профессионалы своего дела, которые выполняют свою задачу добросовестно, образцово и, наверное, даже как-то незаметно. Никто не знает, что сейчас на моем дежурстве сидит куча народу и охраняет вот это небо, про которое мы с вами говорим. Чистое оно у нас и красивое. Военнослужащие войск ПВО занимаются контролем воздушного пространства страны. Четкие знания, выполнение поставленных задач и приказов, первоочередные цели. Из семьи военнослужащих почему и выбрал профессию военного. Продолжать славные традиции деда и отца. Служу в армии последние 20 лет. Родилась сама на Дальнем Востоке. Из семьи офицера. В 90-х было тяжело. Сейчас все гораздо лучше. Тем более о нас стали заботиться. Для жителей военного городка и военнослужащих этот год знаменательный. В нем начнется полномасштабная реконструкция. Думаю, что для нас это будет большая работа, которую мы начинаем именно в этом году. По инициативе губернатора Московской области Андрею Чеврабьева, по территории всей области, будет развернута широкомасштабная работа по наведению порядка в бывших военных городках. Проведение торжественных мероприятий на новом мемориале – это новая традиция Видновского края. Людмила Медведева, Владимир Бижонов, Елена Кошлева, Видное ТВ.